Четвертая книга Моисея, числа, глава пятая Стан, вышлите их, чтобы не оскверняли они станов своих, среди которых я живу. И сделали так сыны Израилевы, и выслали их вон из стана, как говорил Господь Моисею, так и сделали сыны Израилевы. И сказал Господь Моисею, говоря, скажи сынам Израилевым, если мужчина или женщина сделает какой-либо грех против человека, и через это сделает преступление против Господа, и виновна будет душа та, то пусть исповедуются во грехе своем, который они сделали, и возвратят сполна то, в чем виновны, и прибавят к тому пятую часть, и отдадут тому, против кого согрешили. Если же у него нет наследника, которому следовало бы возвратить за вину, то посвятить это Господу. Пусть будет это священнику, сверх овна очищения, которым он очистит его, и всякое возношение из всех святынь сынов Израилевых, которые они приносят к священнику, ему принадлежит, и посвященное кем-либо ему принадлежит, все, что даст, кто священнику, ему принадлежит. И сказал Господь Моисею, говоря, «Объяви сынам Израилевым и скажи им, если изменит кому жена, и нарушит верность к нему, и переспит кто с нею, и излиет семя, и это будет скрыто от глаз мужа ее, и она осквернится тайно, и не будет на нее свидетеля, и не будет уличена, и найдет на него дух ревности, и будет ревновать жену свою, когда она осквернена, или найдет на него дух ревности, и он будет ревновать жену свою, когда она не осквернена, Пусть приведет муж жену свою к священнику и принесет за нее в жертву десятую часть ефы ячменной муки, но не возливает на нее елея и не кладет ливана, потому что это приношение ревнования, приношение воспоминания, напоминающее о беззаконии. А священник пусть приведет и поставит ее пред лицо Господне, и возьмет священник святой воды в глиняный сосуд, и возьмет священник земли с полу с кини и положит в воду, и поставит священник жену пред лицо Господне, и обнажит голову жены, и даст ей в руки приношение воспоминания. Это приношение ревнования. В руке же у священника будет горькая вода, наводящая проклятие. И заклянет ее священник и скажет жене, Если никто не переспал с тобой, и ты не осквернилась, и не изменила мужу своему, то невредимо будешь от всей горькой воды наводящей проклятие. Но если ты изменила мужу своему и осквернилась, и если кто приспал с тобой, кроме мужа твоего, тогда священник пусть заклянет жену клятву и проклятие, и скажет священник жене, Да предаст тебя Господь проклятию и клятве в народе твоем, и да соделает Господь лона твое опавшим и живот твой опухшим. И да пройдет вода, сия наводящая проклятие во внутренность твою, чтобы опух живот твой и опало лона твое. И скажет жена, аминь, аминь. И напишет священник заклинания сии на свитке, и смоет их в горькую воду, и даст жене выпить горькую воду, наводящую проклятие, и войдет в нее вода, наводящая проклятие, ко вреду ее. И возьмет священник из рук жены хлебное приношение ревнования, и вознесет с ее приношения пред Господом, и отнесет его к жертвеннику. И возьмет священник горстью из хлебного приношения часть в память, и сожжет на жертвенники, и потом даст жене выпить воды. И когда напоит ее водой, тогда, если она нечиста и сделала преступление против мужа своего, горькая вода, наводящая проклятие, войдет в нее, ко вреду ее, и опухнет чрево ее, и опадет лона ее, и будет эта жена проклятую в народе своем. Если же жена не осквернилась и была чиста, то останется невредимою и будет оплодотворяема семенем. Вот закон о ревновании, когда жена изменит мужу своему и осквернится, или когда на мужа найдет дух ревнования, и он будет ревновать жену свою, тогда пусть он поставит жену пред лицом Господа и сделает с ней священник все по сему закону, и будет муж чист от греха, а жена понесет на себе грех свой. Продолжение следует...